Верховный суд вынес решение восстановить меня в прежней должности. 15 июля после получения постановления суда я встретилась с генеральным директором НТРК Имманалиевым Кайратом Олджибаевичем. Он попросил подождать две недели для решения технических моментов, поскольку для моего восстановления должность должна быть вакантной. Однако с 15 июля прошло уже три недели, никаких продвижений не было, и я приняла решение обратиться с заявлением в Генеральную прокуратуру. Накануне 8 августа я написала заявление в Генпрокуратуру. Где-то через час после этого мне позвонили с администрации президента и пригласили на встречу. На нем присутствовал и генеральный директор НТРК. Мне была предложена должность продюсера ТПО «Малый мат» НТРК, но я отклонила это предложение. Я попросила об аудиенции с вами, но мне сказали, что озвучивают вашу позицию по данному вопросу, и поэтому необходимости в этом нет. С момента моего увольнения я опираюсь лишь на законодательство республики. Кыргызстан – правовое государство, и его законы обязательны для всех. А в данном случае нарушаются мои права и законные интересы. Если вернуться к предыстории вопроса, то мое увольнение произошло после мероприятия, посвященного запуску месторождения Джеруй 17 марта 2021 года. Тогда состоялся телемост между президентами Кыргызстана и России. Вы, уважаемый Сандер Нургуджоевич и Владимир Путин, выходили на онлайн-связь. Это было очень ответственное мероприятие. Творческая и техническая группы КТРК – это более 50 человек – приехали на Джеруй за три дня до мероприятия. Время необходимо для установки техники и оборудования для технического прогона. Хочу сообщить, что КТРК была ответственна только за телевизионную трансляцию мероприятия. А за обеспечение онлайн-связи была ответственна компания Джеруй. Об этом было сказано на совещаниях, которые проходили в здании компании Джеруй в Бишкеке. От КТРК в них принимали участие я и главный инженер РРТЦ Бурлуж Патаканова. Однако уже на месте на руднике выяснилось, что технические службы компании Джеруй не могут наладить онлайн-связь. В итоге организаторы обратились ко мне с просьбой его обеспечения между главами двух государств. Я отказала, поскольку это очень ответственная задача, и к тому же у нас для этого было недостаточно техники. Еще раз хочу повториться, что изначально КТРК не была ответственна за обеспечение онлайн-связи, а только за телевизионную трансляцию мероприятия. Накануне мероприятия ко мне еще раз подошел ответственный за организацию телемоста с российской стороны и сказал, «Джилдис, пожалуйста, скажите, какое оборудование необходимо для онлайн-связи, для обеспечения онлайн-связи. Я сейчас позвоню в Россию, и сегодня ночью технику доставят самолетом». На следующий день уже должно было состояться само мероприятие. Даже если ночью привезли бы оборудование, то его нужно было бы распаковать, установить, наладить, проверить, сделать технический прогноз. А на все это нужно время, и мы могли просто не успеть к началу эфира. Тогда мы с коллегами, посовещавшись, решили собрать оборудование для обеспечения онлайн-связи. На свой страх и риск я, посовещавшись с нашими техниками, взяла на себя ответственность по обеспечению онлайн-связи между двумя президентами. В итоге мы все сделали на высшем уровне. Чему вы сами являетесь свидетелем? По окончании мероприятия российская сторона поблагодарила коллектив КТРК за отличную работу. А я после этого мероприятия была незаконно уволена. Я понимаю, что подобное обращение к вам и вынесение в публичное пространство этого вопроса не обязательно должно было быть. Но я была вынуждена пойти на такой шаг, поскольку, ссылаясь на вас, решение Верховного суда Крыгойской Республики о моем восстановлении в должности не исполняется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!